Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы создадим наш первый собственный тег. Делается это элементарно, как в принципе и все в Яю. Создаем новый проект. Первое, что нам необходимо сделать, это дескриптор библиотеки тегов. Чтобы было всем понятно, я бы сказал, создать дескриптор библиотеки тегов. Имя библиотеки дескриптора не особо важно. Папка важна, TLDS, по умолчанию эта папка должна быть в каталоге веопринга. Ну тут в принципе все данные можно изменить, если хотите. Итак, мы создали дескриптор библиотеки тегов. Именно сюда будут записываться настройки тегов. Это в принципе то же самое, что в Яю. То есть дескриптор развертывания. Просто для тегов. Это файл настроек для тегов. Дальше нам необходимо создать, собственно, обработчик тегов. Ну, назовем его так и назовем ее так. Хендлер пакет по умолчанию оставлять не рекомендую, поэтому заменим на roottest. И нам предлагают выбрать класс SimpleTexSupport и BodyTexSupport. SimpleTexSupport это более простой класс. Он дает, мы увидим, что он дает. Мы на этой лекции будем показывать только SimpleTexSupport. BodyTexSupport более сложным и будет рассмотрен отдельно. Нажимаем далее. Первое, что нам предлагают, это добавить соответствующий тег к дескриптору библиотеки тегов. Указываем наш библиотеку тегов, которые мы создали только что. Имя тега или тегхендлер. Ну, можно изменить, как вам хотите. Далее требует вписать сдержимое тегов. Если мы ставим Empty, то Jasper, наш транслятор, будет ругаться, если увидит что-то между открытыми и закрытыми тегами. То есть, если мы напишем все, мой тег, и попытаемся тут же его закрыть. Если мы ставим Empty, то между открытым и закрытым тегом мы не можем ничего писать. Если ставим ScriptLess, мы можем писать GSP-код. Если ставим Tag.tg.dp, то мы можем вставлять другие теги. Ну, в данном случае поставим ScriptLess. Дальше нам предлагают создать атрибуты. Атрибуты это то, что мы будем передавать тегам в качестве параметров. Ну, например, name равно www.kodonosor.narod.ru Создадим атрибут, пускай будет имя name, туда мы будем передавать имя пользователя. Скажем, что этот атрибут обязателен и что его значение рассчитывается при выполнении запроса, а не при трансляции GSP в код сервера. Ну, если дадим атрибут Web, тоже строка, можно выбрать другие типы. В этом случае Jasper будет проверять возможность приведения строки к данному типу. Ну, у нас строк тоже обязательный, тоже будет выполняться. Готово. Видим, что нам NetBeans создал шаблон. Что нас интересует? Метод doTag. Jasper идет по нашей JS по странице. Jasper идет по нашей JS по странице, потом натыкается на наш тег и выполняет процедуру doTag, описанную в этом классе. Ну, во-первых, нам сразу доступен out, то есть мы можем выводить. Далее можем сюда писать то, что будет выполняться до вывода GSP фрагмента, заключенному между тегами и после. Также нам создали переменные name.web, то есть это атрибут, который будет передаваться через GSP страницу. Как использовать только что созданный тег? Точно так же, как и стандартные теги, подключим тег, скажем, my. В URI нам предлагают указать файл UTextLibrary. Это библиотека тегов, которую мы создали сами. Здесь обратите внимание. Все, и теперь мы можем использовать этот тег. If мы посмотрим в дескриптор библиотеки тегов, видим, что у нас бинт сам добавил наш UTextLibrary, привязал класс, указал содержимое, то есть заполнил в HTML то, что мы указали с помощью формочек. Попробуем запустить наш проект. Видим ошибку. Видим ошибку. Потому что согласно нашему дескриптору PLD нам необходимо указать фараметры. Помните, когда мы вставили галочки напротив того, что атрибут является обязательным, мы указали, что да, действительно, атрибут является обязательным, поэтому нам необходимо указать хотя бы пустую. Проверим теперь. Ничего не произошло. А от ошибки не сбавились, но и ничего не произошло. Потому что Jasper наткнулся на этот тег, загрузил наш класс и сделал выполнение метода doTeg. А этот метод ничего не делает, кроме того, как выводит фрагмент заключенный между тегами. Ну да, вот.